Так, Рая, ну мы все о работе, да, о работе, а ведь существует еще другая жизнь, правда? Когда можно сходить на ближайшую, я не знаю, выставку собачек, кошек, посетить книжный магазин. Чем еще заполнена, наполнена ваша жизнь, Рая? Вы знаете, сейчас увлекаюсь, я на самом деле начинаю писать песни. Написала три песни, причем придумала сама слова, музыку, вот, и скоро буду записывать, то есть сама. То, что у меня нет музыкального образования, именно я не умею играть, я умею играть аккордами, вот. Вот, занимаюсь этим, ну, конечно же, я люблю читать. Вот, ну, сейчас я читаю Ольгу Берггольц, взяла стихи, мой голос, вот, маленький такой серенький, красивый сборчик, как-то читаю, очень меня, на самом деле, она заинтересовала почему-то. Иногда, знаете, бывает, читаешь книгу, и не приходишь к этому, приходишь через какой-то период времени. Да, я много чем увлекаюсь, я люблю танцевать, я люблю гулять, я люблю людей, люблю своих друзей, я люблю природу, очень сильно люблю. Слово, получаете от удовольствия, от жизни удовольствия, что называется. То есть, нет смысла, понимаете, жить тогда и расстраиваться надолго. Вот, если расстроился, нужно задуматься об одной вещи. Вот, я хотел сказать, неужели никогда не грустить? Ну, бывает же, просто нахлынет, я даже не знаю, откуда вот это печально, и просто сидишь у окна, и перебираешь платочек, я не знаю, или косну. Вы знаете, это такой трепетный момент, потому что у меня получится, как только я начинаю немножко позволять себе грустить, да, начинается так. Так, там эфир, там работа, туда. То есть, постоянно есть, чем вот это все заполнить. То есть, я считаю, что, когда становится грустно, мне кажется, даже нужно пользоваться этим, потому что, на самом деле, я где-то слышала, кто-то говорил, даже мой Дима Билан говорил как-то в своем интервью, потому что, действительно, грустное состояние для творца, это, мне кажется, некий повод. Бесценный, да, это бесценный вклад в творчество. То есть, погрустить иногда люблю, потому что грущу очень редко, не потому что не люблю грустить, а потому что, знаете, когда в моей жизни случаются сейчас какие-то моменты, да, я думаю, хорошо, сядь, остановись, сколько ты будешь грустить? Жизнь-то продолжается дальше, вокруг тебя люди живые. И засекаю время 5-6 минут погрустить, потом опять нельзя. Рая, вы сказали, что вы хотите записать сами свои песни, да? Это уже будет отдельный проект, получается, да? Это уже будет самостоятельная величина Рая Рататуйя. Вы знаете, я могу сказать другую вещь, что это я записываю сейчас не для общественности и не для, сейчас не говорю о сольном проекте, я не для того, собственно говоря, сейчас в группе, такой странной, смешной, хорошей, доброй, мы все очень дружим, для того, чтобы... Нет, я записываю это просто, вот как бы попытаюсь для себя потом со стороны посмотреть, то есть могу ли я это сделать, может быть, для кого-то начну писать. Мне кажется, у вас получится, вы вполне можете существовать самостоятельно, как один человек, настолько у вас много энергии, столько света, позитивной, всего позитивного, что вполне можно. Донская казачка, почему нет, да? Ну, на самом деле, Рая, как вы думаете, может такое произойти, что однажды вы появитесь уже самостоятельно? Ну, конечно, думаю, что может. А куда? Как деваться? Вы знаете, артисту, есть замечательная фраза, что все когда-то заканчивается, но я хочу добавить к этому, что заканчиваясь, все начинается снова и снова. Как бы это один из моих девизов, и я считаю, что если это закончится когда-то, а это когда-то закончится, то есть группа фастфуда, вот это такая вот беспечность такие, да, стиляжность, вот это все, и придет на смену этому новое состояние. То есть сейчас нравится вот это все. Да, конечно, это безумно важно. А потом настанет, может быть, действительно пора какого-то такого, там, песен, или наоборот, смена стиля, образа. Почему бы нет? Я артист, я себя уважаю, я очень люблю эту профессию, я буду двигаться вперед. Да, вот насколько вы бываете разные, Рая, вот все-таки, как вы считаете? Знаете... И насколько вам это интересно? Я понимаю, что актриса умеет это делать, но одно дело уметь, а другое, чтобы этот человеку нравилось. Вы знаете, мои друзья... Чтобы провоцировать, да, больше... Иногда, смотря фотографии, фотоотчеты, они говорят, это ты? То есть у меня даже люди, которые, да, там, близкие мне друзья, подруги говорят, что, то есть сегодня настроение такое, и меня это заполняет, я такая. И даже внешне это отражается, то есть, а завтра я одеваюсь совсем по-другому, кардинально, то есть, да, и кардинально по-другому себя веду. Тем не менее, мои принципы жизненные какие-то, да, то есть я не изменчива в этом. Я очень люблю экспериментировать, я очень люблю экспериментировать со цветом волос, прической, стилем. То есть для меня не самое главное, чтобы я сейчас была там такого цвета, и меня запомнили, и вот меня узнали, и сказали, ох, я свою возьму. Рай, маме с папой письма пишут, они знают, чем занимаются дочкой? Знают. Быть может, они думают, что эта девочка играет на театре. Они все знают, то есть мои родители знают, причем они видели самую первую запись, я не постеснялась показать им с поклонной гады, как раз вот тот самый концерт, когда мою маму увидела. В барабанной концерт. Да, в резиновых сапогах, в каменезоне, дочь, которая кричит, давай! Она сидела и говорила, а что, не будет платья оркестра сзади, ну, то есть, как она думала, то есть, я сейчас буду в красивом платье, мои кудри будут развиваться, я буду петь, мне что там, да, или что, то есть такое. То есть мы, а тут, оказывается, дочь поехала в Москву в какой-то спецовке, в перчатках, резиновых кричит, давай, вот с такой вот прической. Ну, я объяснила, и мама, ну, мне, слава богу, мама все это учила тому, что, если ты чем-то, это действительно в душе, да, есть, ты владеешь ситуацией и какими-то достижениями, то это все должно приходить. И я долго боролась с ней, говорила, что мама, нет, если вдруг повезет, то повезет, она говорит, все равно, потом проследи. Вот так вот везет, и что остается? А когда вот ты как-то идешь, 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 это у тебя уже, меня отнимет. Арай, вот то, что происходит, как вы считаете, это заслуженное, что называется, следствие событий, или это некое везение? Как вы думаете, вот много ли вам приходится делать само для того, чтобы вот вы чувствовали себя именно так, как вы сегодня себя ощущаете? То есть счастливая, улыбающаяся, вот насколько вы думаете, процент везения и ваших личных усилий? Мне кажется, что это, конечно же, усилия. И это, в моем случае, я вам объясню, это усилия, это любовь к этому делу, потому что мои родители, они с 5 лет никогда, даже я когда училась в школе, мои родители не проверяли дни, они говорят, да, чтобы четверти не было там троек, двоек там, да. То есть я в школе пропадала с самого утра, до ночи, потому что я танцевала, умудрялась там выступать на всех административных, мне это нравилось. И когда мне даже запороли из-за ревности того, что я выступила на вокальном конкурсе, а мой педагог по литературе хотел, чтобы я выступила на чтецов, и я и там и так победила, она, не предупредив, поставила мне в дипломе тройку по русскому языку, и на следующий день у меня были вступительные, единственные, в театральные. Я сдала единое государство в театральном на 4. И знаете, у меня вот почему-то вот так, но я не приходила в школу и не говорила, вот, я для вас там старалась, потому что я знаю, что я это делала от души, для себя, для людей. Это заслужено, да, но это никогда не выживет, если это просто усилие, или если это просто везение. Здесь такое, знаете, любовь, наверное, к этому делу. Вот я есть все это. И даже если это не будет прожектора на мое лицо, и фотокамер, хотя, хотя это уже в моей жизни происходит, я буду знать, что я почувствовала, что я видела, что от этого взяла. Ну, как бы, я не знаю, я счастливый человек, потому что я люблю это, я готова работать. Все, что сейчас происходит в моей жизни, я знаю, что это сделано руками благодаря моим родителям, а дальше мне, потому что работа усилит труд все перетрут. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашем завтраке, и все-таки пусть у вас будет все-все-все. И прожектора, о которых вы говорили, слава, успех, конечно же, деньги. Спасибо. Я думаю, что все это вам пригодится, правда? Да. Мы будем следить за вашей судьбой. Спасибо еще раз. Спасибо огромное вам. На этом мы прощаемся с вами.